Судебные процедуры, которые будут проходить в столице Олимпиады, заслуживают того, чтобы рассмотреть их подробнее. Спортивные юристы, причем не только российские, обращают внимание на опасности, которые в дальнейшем для всего большого спорта представляют так называемый допинговый доклад Макларена. Речь первым делом о коллективной ответственности, о прямом вреде, который говорил Владимир Путин на этой неделе, встречаясь с олимпийцами перед их вылетом в Рио. И в то же время президент подтвердил нетерпимость России к допингу, борьбу с которым у нас в стране серьезно реформируют. Независимая комиссия, созданная по инициативе главы государства, уже приступила к работе, и в том числе над ошибками. Павел Краснов продолжит тему. Когда вылет запланирован на раннее утро, у стойки регистрации в аэропорту обычно можно встретить сонных пассажиров, только не в этот раз. На лицах спортсменов бодрые улыбки. Самое трудное соревнование в Рио у них еще впереди, но после всего, что случилось за последнее время, отъезд в Бразилию для наших атлетов это уже победа. Роза, приносящая победу. Удачи! Спали в 3 часа 5 утра, мы счастливы, мы смеемся, мы улыбаемся, мы едем в Рио. Россию трудности только закаляют. Переживания, связанные с угрозой отстранения от Олимпиады, они старались оставить дома, хотя на момент отъезда в судьбе спортсменов еще не было окончательной ясности. Процедура допуска россиян на игры в Рио предполагает, что обсуждать их кандидатуры спортивные чиновники будут до последнего. Сперва каждого оценит Международная Федерация, затем спортсмена должен одобрить судья спортивного арбитража, представительство которого в Рио теперь работает круглосуточно. И затем финальный вердикт вынесет спецкомиссия МОК. Эта комиссия рассмотрит дело каждого атлета, чтобы убедиться, что МОК удовлетворен каждым решением. Она будет решать, принять или отвергнуть финальное предложение независимого арбитра КАС. Решение будет приниматься по каждому отдельному случаю. Судя по всему, в МОК не исключает, что состав сборной России благодаря судям может измениться. Отстаивать свои права там будут спортсмены, которых лишили возможности выступать. Решение МОК об условиях участия в Олимпиаде российских атлетов, принятое в прошлое воскресенье, обсуждали всю неделю и недоумевали. Не пустив в Рио россиян в прошлом уже отбывших наказание за допинг, чиновники открыли новую страницу в истории спорта. Нас не допускают, а иностранных спортсменов допускают. Международная олимпийская система впервые, мы вместе с этим впервые столкнулись с такой ситуацией. То есть налицо, как нам кажется, двойной стандарты. То, что здесь нарушен принцип равенства спортсменов, а значит и олимпийская хартия, запрещающая любую дискриминацию, очевидно всем. Американские бегуны Тайсон Гэй и Джастин Гэтлин тоже попадались на допинге, Гэтлин даже дважды, но оба они едут в Рио бороться за медали. Россиянка Юлия Ефимова тоже могла бы претендовать на награды. Ее проблемы с допингом в прошлом, а за один проступок не наказывают дважды. Но для нее путь на Олимпиаду теперь лежит только через суд. Мы уверены, что Юлия Ефимова выиграет это дело. Если Юлия Ефимова не выиграет это дело, это будет явно заказное, покупное решение, которое мы будем обжаловать во всех возможных инстанциях и требовать за это многомиллионные компенсации. Все ходы дальнейшие абсолютно понятны, но мы надеемся, что у арбитров КАС хватит мудрости, хватит честности, и ее допустят до участия в Олимпийских играх. Обратиться в суд пришлось и другим российским пловцам, Никите Лобинцеву и Владимиру Морозову. Правда, их случай еще более запутанный. Ни тот, ни другой ни разу не сдавали положительных допинг-тестов, однако оба оказались упомянуты в скандальном докладе Маклара. Но чиновник ВАДа обвиняет в пристрастии к допингу чуть ли не весь российский спорт. По той же причине в Рио не пустили еще нескольких россиян, и спортивные юристы называют это опасным прецедентом. Атлетов отстраняют от соревнований на основании одних только подозрений, не подкрепленных доказательствами. А если учесть, что в докладе уже обнаружены ошибки, Международная федерация стрельбы сообщила, что трое спортсменов, якобы ушедших от наказания за допинг в России, на самом деле были дисквалифицированы. По всем правилам вопросов возникает еще больше. Оказывается, можно исключить кого-то из числа олимпийцев только потому, что господин Макларен что-то имеет против этого спортсмена. Это опасно, потому что спортсмены не могут законно защищать свои права в суде. Если бы я принимал решение в МОК, я бы не стал этого делать на таких основаниях. Ну представьте себе, вы лишаете кого-то права участвовать в Олимпиаде на основании доклада Макларена, а потом после игр выясняется, что доказательств там не было, и вы оказываетесь виноватым, потому что вы нанесли ущерб спортсмену, который не был ни в чем виновен. Британский юрист Майк Морган знает, о чем говорит в его послужном списке уже есть дела, выигранные у антидопингового агентства. Именно он помог вернуть медали метателю молота из Белоруссии Вадиму Девятовскому, которого обвинили в употреблении допинга после Олимпиады в Пекине. Для нас это было принципиально. Я боролся за свой труд. Я боролся за те 25 лет, за 25 лет пути к мечте. И суд принял нашу сторону, и мы выиграли в этом деле. Но против российских спортсменов сейчас играет время. По данным на этот час, готовиться к выступлению в Рио продолжают 266 человек. Кроме пловцов, серьезные потери понесла команда по гребле. Полностью отстранены сборные по легкой и тяжелой атлетике. И даже если суд встанет на нашу сторону, шансов выступить на Олимпиаде у атлетов практически нет. В пятницу спортивные чиновники вынесли окончательный приговор Елене Исенбаевой соревноваться в Рио. Она не будет. Олимпийской путевке она, словно чудо, ждала до последнего. И на традиционной для спортсменов предолимпийской встрече в Кремле не могла сдержать эмоций. Спасибо огромное, прежде всего, за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что... Мы сегодня столкнулись с таким беззаконием, с такой несправедливостью, с, как сказать, самовольством со стороны определенного количества людей в мировом спорте, которые возомнили и делают, что хотят, придумают новые правила за месяц до ответственного решения. И мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как они будут относиться к нам на Олимпиаде. Но я хочу сказать вам, ребят, мы с вами одна команда. Мы с вами одна большая держава. И реально вот эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что вы способны, и за себя, и за нас. Вы можете, мы в вас верим. Не позволяйте вас дестабилизировать, не позволяйте вас давить. Желаю вам всем удачи, веры в себя. И выступите так, чтобы весь мир содрогнулся, и чтобы гимн Российской Федерации не переставая звучал на спортивных аренах в Рио. С б***ь богом! Лена сейчас сказала о несправедливости. Точно так и есть. Это попытка перенести в мировой спорт те правила, которые, к сожалению, часто доминируют в мировой политике. Лена спросила, что делать. Но потом она в конце, собственно говоря, ответила. Быть еще сильнее. По словам президента, то, что происходит сейчас вокруг российского спорта, бросает тень на все олимпийское движение и мирится с повальной дисквалификацией наших атлетов, особенно тех, у кого безупречное допинговое досье невозможно. Недальновидные политиканы не оставляют в покое и спорт. Хотя как раз спорт призван сближать народы и сглаживать имеющиеся между странами противоречия. А сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и, собственно, здравого смысла. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и преслабутые так называемые двойные стандарты, и несовместимый со спортом, да и вообще со справедливостью и элементарными нормами права принцип коллективной ответственности или, как было сказано, отмену презумпции невиновности. Похоже, что люди, которые так говорят, даже не понимают, о чём они говорят. Незаслуженно пострадали не только многие наши атлеты, против которых так и не было вынимано. Никаких конкретных, хочу подчеркнуть, никаких конкретных доказательных обвинений. И фактически наносится удар по всему мировому спорту и по Олимпийским играм. В то же время бороться с допингом в России намерены твёрдо. По инициативе президента при Олимпийском комитете создана общественная антидопинговая комиссия. В неё вошли 30 человек. Известные спортсмены, такие как Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Одна из целей комиссии — сформировать в стране атмосферу нетерпимости к допингу. Посол МОК Денис Мацуев, главы спортивных федераций, юристы и учёные, занимающиеся спортивной медициной, возглавляет комиссию почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. В последние годы в России проведена большая работа по построению антидопинговой системы, которая была одобрена соответствующими международными спортивными структурами. Вместе с тем, надо признать, что эта система дала сбой. Надо сказать, что любая система не идеальна. Её необходимо постоянно совершенствовать. Одна из главных задач комиссии — подготовка национальной программы антидопинга, обеспечивающей чистоту и прозрачность российского спорта, а также возвращение доверия к нему со стороны Международного олимпийского движения. В будущем в комиссию могут войти и иностранцы, например, сотрудники ВАДА. Там уже заявили, что приветствуют шаги, направленные на борьбу с допингом, и готовы прислать в Москву своего представителя. К слову, раньше взаимодействием с ВАДА в России пренебрегали, и в результате интересы наших спортсменов оказалось некому защитить. Как известно, при ВАДА действует комиссия спортсменов, но Россия там никак не представлена. Получается, что нам спускают решения, которые обсуждаются и принимаются без нашего участия. Насколько вы считаете эту ситуацию правильной? Я считаю, что это произошло по нашей вине. Мы сдали свои позиции во многих федерациях. Мы сдали свои позиции, потеряли свои позиции в самых массовых по представительности в международных федерациях лёгкоатлетики и плавания. Мы можем сказать, что у нас очень неустойчивые позиции в целом ряд других федераций. То есть у нас были президенты, у нас были вице-президенты, у нас были члены исполнительных комитетов. То есть люди, которые активно работали. Я напомню, что возглавлял комиссию спортсменов в своё время фетисов. Сейчас это место заняла член МОК Бекки Скотт, олимпийская чемпионка по лыжному спорту. Но вот так вот получил, что все они канадцы, диппоунт оттуда, штаб-квартира в Монреале, Макларен и Бекки. Это явно наше упущение. К работе антидопинговых органов у России возникают те же вопросы, что и у множества других стран. Правила должны быть понятны и одинаковы для всех. Ведь не секрет, что сейчас спортсмены из России и Китая сдают допинг-пробы вдвое чаще тех же американцев. Международная система борьбы с допингом должна быть абсолютно понятной, прозрачной. Все должны знать, кого, когда, сколько раз и с какой стороны спортсменов проверяли и каковы результаты. Это должно быть абсолютно доступно для всех. Тогда ни у кого не будет вызывать подозрения какой-то разный подход к разным странам. Когда спортсмены одной страны бесконечно тестируются и, несмотря на отсутствие положительных проб, не допускаются к Олимпиаде. А из другой страны спортсмены, которые неоднократно наказывались уже за допинг, тем не менее едут и будут выступать. Это двойные стандарты и, безусловно, дискриминация спортсменов в какой-то стране. Вот этого не должно быть. Ревизия антидопинговых правил назрела, но обсуждать это придет черед уже после Олимпиады, на которой у российских спортсменов, несмотря ни на что, есть шансы выступить удачно. Во всяком случае, спортивной злости одной из составляющих успеха им теперь не занимать. Павел Краснов, Гристина Иванова, Лилия Зорина, Денис Воронцов. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин